Система приближения такая, то есть от машины правонарушитель будет находиться на расстоянии 500 метров и будет видно в экране, как будто он стоит рядышком. И все его действия, плакат, как он разворачивает, противонарушение совершает, все это будет видно. Можете изнутри посмотреть, как он оснащен. На территорию полка патрульно-постовой службы высадился студенческий десант. Руководство управления МВД России по городу Самаре пригласило курсантов лицея, государственной службы и правоохранительных органов на экскурсию в полк ППСП. Подросткам не просто показали спецтранспорт и рассказали о его предназначении, но и разрешили посмотреть машины изнутри и посидеть за рулем. Очень интересно, очень хорошо рассказывали, интересные показали машины, провели экскурсию очень интересную. Очень много нового, показали, как вообще выглядят сами машины изнутри, очень много. Почти все в процессе экскурсии делали селфи, а некоторые курсанты задумались о том, чтобы пойти служить в патрульно-постовую службу. Желание, конечно же, появилось, помогать своей родине, содержать порядок в стране. Понравилось, достаточно много интересной технологичной техники, которая помогает для поддержания порядка в стране. Достаточно интересно было посмотреть, потрогать, полазить. В этом году патрульно-постовой службе исполняется 100 лет. Основная задача сотрудников ППС – охранять общественный порядок на улицах города, а также во время проведения массовых мероприятий. Регулярно сержанты и офицеры полка задерживают преступников. Только в 2022 году они выявили 802 преступления. Такие, как магазины кражи, это кражи имущества граждан, где похищались сотовые телефоны, сотрудники полка ППС задерживали по горячим следам, похищались транспортные средства, велосипеды. Мы принимали участие в выявлении таких составов преступления. Ежедневно, в зависимости от ситуации, на улицы Самары выходят 35-40 нарядов. Патрульно-постовую службу еще называют кузницей кадров. Например, ее сотрудников охотно берут в уголовный розыск. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.